В Тверской области планируют реализовать проект по созданию карбоновых полигонов, которые подразумевают развитие экосистем для поглощения углерода. Этот и другие вопросы были рассмотрены на заседании регионального правительства 14 сентября. Подробности далее. На территории Тверской области национальный проект экологии реализуется по пяти направлениям. Сохранение уникальных водных объектов, сохранение лесов, комплексная система обращения с ТКО. Чистая страна, оздоровление Волги. Так, по проекту комплексной системы обращения с ТКО планируется создание экотехнопарка и развитие системы раздельного сбора мусора. Большая работа по внедрению культуры сбора мусора. Это детские сады и школы, где у нас формируется у детей представление. Ну и, конечно, это работа по созданию полноценной системы переработки мусора вместе с российским оператором, общероссийским. К слову, недавно в Тверской области принят региональный закон о запрете ввоза мусора на территорию Верхневолжи из других регионов. Проект сохранения лесов предусматривает восстановление лесов, формирование запаса семян для их воспроизводства, а также оснащение специальных учреждений техникой, в том числе для охраны от пожаров. По проекту оздоровления Волги проходит реконструкция очистных сооружений в Твери, Конакове, Торжке, селе Городня и поселке Радченко Калининского района, а также в селе Застолбье Рамешковского района. Нашей области выделена достаточно хорошая линейка проектов, которые нам предоставило федеральное правительство. Это рекультивация свалок в Нелидово, в Кимрах, это возможность рекультивации двух больших свалок, это Бежицкое шоссе. По проекту сохранения уникальных водных объектов ведется расчистка русел рек. К 2024 году планируется привести в порядок русло на протяжении 33 километров, в том числе в план вошли озеро Селигер и река Кашенко. Здесь расчистка ведется с опережением графика. Кроме того, в Тверской области планируется создание карбоновых полигонов. Эта территория с уникальной экосистемой, созданная для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии и поглощения парниковых газов. Такой полигон позволит компенсировать выбросы от промышленных производств, создать новые рабочие места и модернизировать систему лесовосстановления в регионе. Еще один климатический проект, который планируется реализовать в Верхней Волжье, — восстановление болот. Планируемый эффект — привлечение инвесторов на добычу торфа и последующее обводнение болот.